и снова здравствуйте с вами снова мы андрей и мария сегодня мы поговорим на довольно тяжелые темы у нас сегодня именно connection в паре взаимодействие кому непонятно английское слово мы с вами сейчас начнем попробуем несколько каких-либо упражнений но опять же именно так как мы сейчас в основном все по одному дома мы не можем заниматься в парах информация на размышления потому что мы надеемся что вроде бы по всем данным с 12 должны снять карантинные меры мы сможем приходить в зал сможем именно каким-то образом тренироваться и здесь будем это все пробовать но поначалу вам надо как минимум это продумать а потом уже именно пробовать сделать значит несколько видов connection то есть мы начинаем с того что на расстоянии партнерша и партнер если мы работаем в паре должны понимать как мы двигаемся каким образом происходит механика в теле у каждого из нас да вот прежде всего позиция корпуса когда мы стоим друг за против друга не держимся за руки наш вес находится на серединке стопы соответственно что вы тут делаем да мы делаем мы с вами уже смотрели это на уроке на каком-то вот горизонтальное движение бедрами да горизонтальные то есть вы в одном ракурсе да партнерша пытается за нами повторить в одном ракурсе спокойненько это делаем да и пробуем сразу на разминке для любых пар это вертикальное движение бедер да то есть мы опускаемся вниз 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 да то есть вот это вот все мы пытаемся с вами сделать сделать а также отсюда да каким образом у нас происходит шаг мы должны понимать что всегда мы себя уравновешиваем если мы отправляем корпус вперед да не стоим на месте то соответственно наше бедро уйдет назад и тогда мы себя уравновесили если же когда я хочу сделать шаг вперед мое противодействие бедро меньше чем действие корпуса происходит движение шаг да то есть мы начинаем двигаться корпусом идет хорошо и происходит шаг вот то же самое в сторону то же самое назад это все не проблематично дальше смотрим все таки когда мы танцуем в паре мы очень часто держимся за руки как ни странно вот поэтому беремся за ручку да каким образом замочек очень важно именно да то есть мы берем девочку не за фаланги пальцев мы берем девочку за кисть да здесь пальчики может девочка красиво держать там все что угодно да то есть где то что то доделывать своим указательным и большим пальцем мы с вами всегда контролируем чтобы ручка девочки оставалась ровненькой от плеча мы не заладываем партнершу не так не так не у так как то да а это многие любят делать поэтому то есть мы этого не должны делать мы этим контролируем если же мы уходим куда-то давай вот так развернемся в растяжку да у меня вот здесь вот есть три пальчика которые я здесь держу да уходим в растяжку и вот за эти же пальцы партнерша может схватиться как крючочек да но следующим же движением мы выйдем опять в это же положение в замочек что бы мы не делали я думаю здесь понятно дальше положение тела когда мы держимся за руки у нас появляется уже общий центр когда мы стояли друг напротив друга без рук у нас было два наших центра мой центр и мария сейчас же когда мы держимся с вами за руки у нас появляется общий центр к которому мы двигаемся для того чтобы мы его прочувствовали мы должны с вами перенести вес на носочки вот тогда мы здесь уже чувствуем что у нас есть что-то да и от него происходит все движение я не могу если я хочу чтобы партнерша пошла назад я это делаю не вот таким вот образом потому что центра нет я это делаю тем что я двигаюсь да и этот центр полностью двигается за мной да вот в сторону сделали да то есть еще раз в сторону сделали Мария вот не знает а за мной повторяет каким то образом да видите я ей не подсказываю я сам двигаюсь вот так отлично вот замечательно смотрите сейчас мы разобрали обязательно то есть когда мы танцуем этот центр должно быть с минимальным давлением то есть это не должно быть так что я в зал и навалился на партнер что да она на меня вот это не борьба это танцы надо об этом не забывать да мы не боремся мы танцуем да мы как команда мы партнер и партнерша мы одно целое поэтому не надо делать каких то ставить задач перед партнером или перед партнершей чтобы мы стали гравлами да то есть я не могу ее таскать она хотя у нас маленькая миниатюрная все замечательно но таскать ее даже полторы минуты мне будет напряжен вот то же самое если я буду именно не могуще и ей надо будет меня таскать хотя я вообще не представляю как она это сделает хотя она сильная вот хорошо на этом мы наш урок будем заканчивать надеюсь что понятно именно то есть это надо подумать потом когда соберетесь в зале со своими партнерами партнершами вы попробуйте как это все выглядит обязательно именно то есть это для того чтобы у нас был connection в паре понимаете момент заключается в чем очень часто видно именно что танцует пара а два хороших танцора но они какого-то черта именно держатся за руки зачем они танцуют каждый сам по себе да то есть а за руки держатся да отпустите груду а танцуйте так именно график зачем тогда держаться мы же не просто так держимся да если мы танцуем например променантный бег тот же да то есть мы все время именно то есть партнершу чувствует мы не можем именно танцевать так что да то есть или партнерша так же бах и улетела туда этого не может быть на следующем уроке мы с вами разберем закрытую позицию да это вот как в променантном беге мы разберем с вами некоторые движения посмотрим именно в румбе в самбе тот же променантный бег возможно посмотрим если успеем окей на сегодня у нас все до новых встреч пока пока